Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале FEDISPLAY, это игра Dyson Sphere Program, и мы продолжаем застраивать планету фабриками и заводами. Ну, уже скоро даже не только планету, а уже всякое остальное будем застраивать. В общем, в прошлый раз мы сделали производство варпов. Соответственно, сейчас мы можем отправлять наши корабли межзвёздные к другим системам и собирать оттуда ресурсы. Собственно, этим я сейчас хочу заняться, но для этого нужно как-то грамотно оформить всю логистику, которая у нас будет происходить. Поэтому начнём со следующего. Так, сколько у меня запросов? Давайте-ка до 10 поднимем запрос. Сейчас, гоботы мне принесут. Сюда-сюда, надеюсь, принесут. А, вот, принесли уже. 10 межзвёздных логистических станций. Это мне сейчас потребуется. Вообще, сейчас задача добыть минералов, как они там называются, кристаллов этих, короче, на планете, чтобы я мог накрафтить нормальных буров. Нормальных это, ну, топовых. Чтобы мне не возиться вот с этими, с мелкими, потому что это неудобно, это долго. Плюс эти буры, они смогут, ну, можно будет повесить дрон-логистику на них и не лентами таскать ресурсы, а всё-таки дронами это будет поудобнее. Так что давайте этим и займёмся. Собственно, каким образом я бы хотел... Давайте уберём метки, чтобы они не мешали, просто не засоряли. Каким образом я хотел организовать логистику? В общем, если на планету посмотреть, у нас два полюса. Здесь я буду ставить приёмники лучей от сферы, ну, когда мы её построим. И тут же ещё всякая там переработка, связанная с этой сферой будет. А вот снизу можно поставить хаб. Я уже про это говорил. Поэтому я сейчас полечу на Южный полюс и начну там, собственно, этот хаб собирать. Хаб, на самом деле, несложно собирается. Но, опять же, это всё справедливо и нормально, на мой взгляд, работает для стартовой планеты. В принципе, без каких-либо проблем должно всё быть. Единственное, что... Блин, я с собой... Я вот отсыпки мало взял. Надо было, наверное, чуть больше взять. Так, саму точку... Сделаем, наверное, 3000... Ну, не знаю, не хватит и слетаю, там ещё есть. Забыл взять просто. Сейчас надо посмотреть, какого радиуса мне вообще всё это хозяйство нужно. Так, готова технология на топовый химзавод. Это нам тоже пригодится. Давайте выставим... Ну, посмотрим, какой порядок технологий сейчас выставить. Вообще, вот насчёт сферы, да? Строить я её планирую. Ну, сейчас пока делается эскиз под эту сферу. Ну, чтобы она такая симпатичная у нас была. Я сначала не хотел этим заморачиваться, а потом думаю, да, давайте сделаем. Это первое. И второе. Было бы неплохо, например, сюда выйти, потому что... Ну, опять же, без сферы это бесполезная технология. Потому что, чтобы работали вот эти солнце искусственные, нужны на антиматерии топливные ячейки. Так что, может быть, пока и смысла нет туда выходить. Но так как есть у нас кубы, то было бы неплохо... Вообще, может быть, вот это было бы качнуть. Мне тогда будет... Да, давайте прокачаем. Мне тогда этими штуками будет удобнее запитывать электроэнергией мои аванпосты, где будут добываться ресурсов. Ну, это первое. Так-то они мне вот на производственных цехах не особо нужны. Они неудобны. Они много площади занимают. Дальше, нужен ли мне вообще вот этот стакер, хрен его знает. Я что-то пока особо какого-то прям критического, критически важного применения ему не нашел. Вот это было бы неплохо изучить. Тогда мы сможем видеть запасы ресурсов во всей... Ну, во всем кластере. В принципе... Но это сейчас тоже не критично, потому что я сейчас пока буду забирать из ближайших звезд ресурсы. Там можно позже изучить. А вот всякие вот эти, типа, энергия механоида нашему, плюс, скажем, скорость бега, это было бы очень-очень неплохо. Вот. Дальше. Скорость на варпе тоже было бы неплохо, но это, я думаю, подождет. Не понял, а почему? Блин, у меня это теха не изучено. Тогда отменяемся. Вот это. Иначе у меня корабли не смогут летать. Это в первую очередь. Мне нужно разблокировать варп на корабликах наших. Значит, сначала варп, потом... Вот это все. Хотя пока я разворачиваю... Ну, ладно, пускай так будет. И потом вернемся к апгрейдам, которые там были. Ну, то же самое ядро у робота. Я почему-то думал, у меня эти технологии исследованы. Это, видимо, когда я их исследовал, когда у меня этот сосед дурной, человек-сосед долбил в прошлой серии. Мне пришлось ее перезаписывать. Я, видимо, в первый раз изучил технологии, а во второй раз немножко запамятовал. Значит, дальше. В принципе, этот варп тоже не помешает. Скорость прям хорошо увеличивается, чтобы они успевали таскать. Но надо как-то параллельно, наверное, и погрузку, и объем. Ну, точнее, скорость и количество вмещаемых предметов поставить в очередь, чтобы оно было. И еще технологии... Ну, в принципе, варпы пока ладно. Оставим как есть. Ноги... Ну, ноги, ладно, под конец. Качнем тогда. Ноги, конечно, важные технологии, но вот это мне пока поважнее будет. Все, будет такая цепочка на шестях, потом изучится, я еще добавлю. Значит, а здесь... Что-то тут не засыпалось. Здесь нужно подогнать следующим образом все это хозяйство. Мне, в принципе, не важно, как оно... Ну, там, на какие градусы оно будет ориентировано, по большому счету. В общем, центральную станцию ставим сюда, а эту сдвигаем до первой вот этой вот линии круговой. То есть, она будет тут. Остальные, в принципе, расставляются аналогичным образом, но я сейчас сюда воткнул, чтобы мне было видно, где засыпать бетоном. С бетоном я вот посюда круг засыпаю. Как-то так. Это получается центральный, один, два, три, четыре... Центральный и еще пять радиусов вокруг. В целом, на всех планетах будет хаб примерно вот так вот выглядеть. Но она просто удобно, встает на полюс. А ресурсы, в принципе, боты, которые на планете будут, они будут ресурсы натаскивать конкретно сами по себе, потому что один хрен их перевозить, а ставить вышку около каждой вот этой ресурсной... Ну, около каждой добычи ресурса, ну ее нафиг. Просто зачем, если вот эти новые буры, они позволяют уже сразу из коробки, грубо говоря, это делать. Так, значит, здесь тебя. И тут еще можно по две станции воткнуть. Станции ставим с таким расчетом, что смещаем один, два, три. Дальше она уже не ставится, мешает. И вот со смещением в три они нормально втыкаются сюда. Опять же, один, два, три. И здесь третья линия. Ну, вот эти вот линии, я думаю, понятны. Первая пятерка, вторая, третья. Все, у нас таким образом получилось установить... Ну, как-то так. Тут, конечно, не совсем правильный шестиугольник получается, но тут уже вопрос десятый, как оно выглядеть тут будет. В принципе, и так сойдет. С пивом потянет. Теперь это все нужно запитать электроэнергией. Так. Два столба. Тут два. Я по два столба накидывать буду просто, чтобы... Гарантированно мне... У меня везде электроэнергия была. Тут два. Не все, конечно, между собой соединяются. И здесь... Я потом сделаю, конечно, блюпринт на... Так, ну, здесь вот по этому радиусу они идут. В принципе, нормально. Потом сделаю блюпринт, чтобы просто прилетать на планету, разворачивать его там. Запрос для всего крафта пойдет оттуда. Ну, и здесь недалеко есть, куда подсосаться по электроэнергии. Здесь я напрямую просто столбами соединю. Вот, у нас получилось семь станций, да? Так, сейчас, наверное, просадка по электроэнергии будет, потому что пошла зарядка этих столбов. Башен. Здесь делаем, значит, следующее. Сюда... Ну, я не знаю, тут смысла нет, наверное, прям по 200 закидывать. Пускай сотка будет. Сюда запросим первое, это варпы. Remote Supply, Local Demand. Но надо подумать, сколько здесь варпов запрашивать. Потому что слишком уж тут пожить, тоже не хотелось бы. Давайте 4 тысячи запрошу. Это первое. Второе, сюда нужно запросить ядреные ячейки. Да, и сюда сразу нужно закинуть эти межпланетные кораблики. То есть, эта станция будет снабжать другие хабы, которые где-то там еще будут. А все станции, которые вокруг, они уже непосредственно работают как либо отправители ресурсов, либо приемники ресурсов. Пока логика такая. Возможно, придется еще здесь станции, может быть, добавить, которые будут отправлять всякие там... Ну, хрен знает. Конвейеры, сборочные там машины и все прочее. Ну, буры там... Ну, в общем, посмотрим. Я пока на этот счет особо ничего не планировал. Значит, следующее. Это ядреные ячейки топливные. Ну, пускай... Сколько их тут заказать? Пускай будет 3000. Чтобы постоянно буфер какой-то лежал. Они все равно наделаются. У меня производство пока их налажено. Там детерии есть. В принципе, проблем никаких не возникает. Что-то роботы... Что ты дергаешься, дружочек? Значит, дальше. Ставим около каждого... Около каждой вышки, по центру, сплиттер. Да, блин, не видно ничего. Сюда. О, отлично. Варп для судов транспортных появился. То, что нам нужно. Сейчас все, уже никаких ограничений у нас нет. И по... Ну, пускай будет по часовой стрелке. Тут тоже не важно, как оно пойдет. Все это соединяем между собой. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. По идее, по кольцу соединено. И из центральной станции, прям по линии напрямую. Сюда. Дальше. К тебе. К тебе. Сюда. Это просто нам позволит сэкономить один слот и не запрашивать в каждую станцию отдельно эти варпы. Потому что варпов там по 50. Ну, внутренний буфер 50 варпов. Они закидываются в башни. Ну, это я так поясняю тем, кто не в курсе. Ну, и отсюда можно, в принципе, эти варпы. Пять. Почему-то они... А, ну, шестой слот, это вот этот вот как раз слот. Ну, я с пятого слота буду забирать. Все. И варпы, которые сюда натаскивают кораблики, они сейчас вылетают и будут распределяться по всем станциям. То есть здесь 50. Соответственно, отсюда грузовые суда без проблем смогут летать туда, куда им нужно. Лишь бы была электроэнергия. Сейчас, в принципе, с энергией стабилизация практически произошла. Можно, в принципе, еще атомку было бы одну поставить. Потому что корабли летать начнут и пойдет небольшая просадка. Значит, здесь только почему-то... Я не понял, а почему топливные ячейки не все? Давайте-ка слетаем туда. В чем там проблема? Это, видимо, они не полностью под бафом, потому что в тот момент, когда у меня был блэкаут, часть ячеек не полностью пробафалась. Но это тоже не критично. В принципе, можно особо на это пока что внимания, наверное, не обращать. Стопэ, у меня аж производство не здесь. Ну, ладно, раз уж прилетел. Вообще, мне нужен блюпринт на атомную станцию. Я, по-моему, его не делал. То есть здесь я никакого блюпринта не наблюдаю. Поэтому давайте скопируем. Вот. И обзовем его атомная станция. Только я сейчас выберу... Пускай будет вот так. Так, нуклеар-плант... Икс... Шестнадцать. Шестнадцать станций. Сохраняем блюпринт. В блюпринте сохранилось вот это вот. То, что здесь дроны и запрос. Это, в принципе, нормально, потому что... Надо, чтобы дроны таскали сюда ячейки. И таскать они будут как раз-таки из... Центральной башни, которая будет на планете стоять. Ну, пока такой план. А мне нужно найти, где там у меня было производство. Черт, я уже начинаю путаться. Тут все однотипное. Вот в этом, конечно, есть небольшой недостаток. Блин, я серьезно не помню, где у меня производились топливные ячейки. Все. Сейчас эту мандулу можно поставить на крафт, на производство. Надо придумать какую-то систему, чтобы у меня понимать, где что производится. Иначе, видите, я путаюсь. Проходит какое-то количество времени, и я уже не помню, где что делается. Это очень плохо. И вот сейчас хочу посмотреть. По-моему, где-то здесь у меня производилось. Вот. Я могу просто даже пропустить. Ну, здесь они двойные, показываются полные. Ну, в общем, ладно, ждем пока. Сейчас они тут произведутся. Моя задача сейчас поставить на крафт. Поставить здесь на моле на крафт столбы. Так, здесь мы делаем одинаково, как и везде. Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Сюда. Еще, в целом, мне надо два типа столбов. Даже три, наверное, типа столбов. Поэтому все три типа столбов будут делаться тут. Это можно сразу вообще в апгрейд перегнать. В принципе, тут, наверное, даже надо было большим апгрейдером апгрейдить. Ладно, давайте я не буду сейчас этим тут заниматься. Это я за кадром все проапгрейжу потом. Сейчас это реально тут... Ну, сборочный автомат я заапгрейжу, конечно. А манипуляторы все потом. Значит, ты делаешь столбы. Такие ты делаешь опоры. А ты делаешь большие планетарные. Сейчас нужно настроить, тогда будет что-нибудь требует для себя. Дронов, я надеюсь, хватило на все ящики. Сразу указываем здесь столб такой. Тут не столба опора. И здесь, собственно, эта хрень. Значит, тут железо-катушка. Тогда это можно убрать. Здесь заказываем железную пластину. Здесь заказываем катушку. и увеличим до двух стаков. Ты, значит, требуешь столб Plasma Exciter. Точно так же заказываем столб и Plasma Exciter. Тут, в принципе, тоже можно до двух стаков увеличить. и эта штука она требует уже вот эту Wi-Fi-башню и еще два ресурса. Wi-Fi-башня пойдет сюда. И что там нужно? Супермагнит и кусок платформы. Так, супермагнит ты где? Вот. И кусок платформы. Frame Material. Материал структуры. Ну, структура, это, видимо, космическая, имеется в виду, то, что она в воздухе висит. Тут, в принципе, тоже можно до двух стаков увеличить. Пускай они копятся. Со временем накопятся столько, сколько надо. И к производству надо поставить так, что мне там еще нужно было? А, нужно поставить к производству буров. Но буры я потом попозже поставлю. Ну, вот эти вот топовые буры. Их надо тоже к производству воткнуть. Теперь, что я там хотел сделать? Блин, переключение контекста, оно очень сильно выбивает. Это готово. А, я хотел атомной станции еще поставить. Что у нас по электроэнергии? У нас уже зарядка пошла. Электроэнергии атомной станции. Хорошо. Возьму отсюда. Энергетика у нас в этом месте полетели. Поставим. Варпы надо еще взять будет. У меня тут пока ноль штук. Я, кстати, хрен знает, что делает баф на варпы. Может быть, он вообще ничего не дает. Это я не знаю, может, в процессе узнаю как-нибудь потом. Пока я хрен его знаю, что-то не удалось мне по-нормальному протестировать. Но я на всякий случай оставил тут. Она, ну, этот, бусты эти, они дешевые по ресурсам. Ну, плюс, скоро начнем прокачивать экономию ресурсов. Там, в принципе, все, все, все сильно лучше станет. Все станет сильно лучше. Так, окей, готово. Берем блюпринт. Угу. Не тот. И ставим атом. Тут у нас прям такой энергоблок получается. Все разом. Ну, учитывая то, что здесь и запросы готовы, и все, все остальное, и сразу... А, ну, вот единственное, что дроны не закидываются. Дронов придется руками закинуть. Я по 20 сюда скидываю, чтобы было. Все, топливо повезли. Сейчас с энергией чуть получше у нас будет. Так, по поводу варпов. Варпы у меня делались, по-моему, на северном полюсе. Да, вот тут. Надо туда слетать прям напрямую по диагонали. Ну, технологии сейчас, конечно, будут не очень быстро исследоваться. У меня базовых ресурсов уже немножко не хватает. Поэтому, вот сейчас эти проблемы и будем решать. Ну, и плюс количество лабораторий, там, может быть, можно было как-то увеличить их. Не знаю. Тут всего в дрона... Ой, в роботов 20 влезает. Что здесь не написано, что дает... в общем, хрен знает. Может быть, это... он используется как... Он у нас используется где-нибудь как компонент? Я что-то не помню, честно говоря. Ладно, бог с ним. Это не сам этот сейчас такая острая проблема, которая стоит. Значит, дальше здесь... Кораблики назначены, топливо назначено. Что мне вообще потребуется на планете? Схему атомки я взял. Нужна отсыпка и нужны логистические вот эти дроны. И первое, что я сделаю, это я накопаю для топовых буров материалы и вернусь обратно. Скрафчу. Потом опять придется слетать и расставить все, что там на планетах есть. Поэтому сегодня немножко полетаем. Немножко сегодня полетаем. Так, вас возьму 30 штук. Тут что-то все столбы сюда улетели. Но игра так работает, что... А тут в чем проблема? Типа железа нет? Здесь у меня весь... А, железо у меня даже сюда не запрашивается. Нет, но у катушки-то есть. Да, катушки есть. Железо тогда сейчас... Его реально да, нет? Так, так, так. Вот сюда оно должно лететь. Почему-то не летит. Видимо, руда кончилась. Блин, этого еще не хватало. вот так всегда, да, практически доходишь до какого-то важного момента. Не успевает производить чуть-чуть. Но я сейчас не буду переделкой никакой заниматься. Чтобы переделкой заниматься, нормальной схемой делать, нужно накрафтить вот этих вот печек. для них требуется юниполярный магнит. Они у нейтрона звезды или у черной дыры находятся всегда. Поэтому придется туда полететь. Я не знаю, где они есть, надо по карте глянуть. А мне, собственно, вот это нужно и кристаллы. Так, электроэнергию мы взяли. Дальше что мне потребуется и что нужно вообще скинуть, чтобы с собой лишний раз не таскать? Тут у меня где-то есть такие временные ящики, куда я все складываю. Ну вот сюда можно поскладывать. То есть ветряки мне не нужны. Мини фьюжн это мне сейчас потребуется. Нужно взять будет отсыпку. Дальше спиннеров 20 лишних мне не надо. Это все в принципе пускай лежит. Похрен на это. Если оно тут нету, этот можно убрать. Хотя не, не похрен. Лишнее надо поубирать. Мало ли там что скрафтить, это тоже не знаю, пригодится, не пригодится. Конверт белты Т2 ну в таком количестве мне наверное они уже не нужны. Я 600 штук оставлю. 2 стак. Остальное пускай лежит. Ну а эти 900 тут нормально. Манипулятор выкладываем. Дальше это Т2 400 Оставим 200 один стак. Тоже заберут. Этих в принципе нормально. Хватает ящиков хватает. Ну все остальное есть. в целом давайте еще тебя уберем. Экстрактор это тоже не надо. Это не надо. В целом сойдет. Можно лететь я думаю. Надо только отсыпку взять. А еще надо топливо посмотреть. Не хватает немножко топлива. вечер в одну. Хотя тут и так его в принципе норм. Значит отсыпки я беру всю наверное. Я не знаю потому что там какая планета будет. Просто если там вода то придется много засыпать. Если не вода то проблем не будет никаких. Собственно отсыпки хватает. Здесь я наберу этих кристаллов вернусь обратно и у меня будут буры и уже буду на нормальные буры переходить. точнее даже не то что наберу кристаллов я сразу логистику настрою чтобы вот с этих вот буров кристаллы копались и на нашу планету сюда везлись. Сделаю примерно так. А хаб я там соберу по месту уж какой получится. Теперь надо посмотреть. Я надеюсь я ничего не забыл. Просто если забыл это бы печально превзвращаться. Пока что здесь я никакое производство не улучшаю потому что смысла нет. вот эта реда кстати мне о нейтронная звезда или черная дыра нейтронная звезда сколько 10 световых лет всего лишь тут в два прыжка можно до нее долететь будет. Ну прыгнул подождал пока зарядилась батарея внутренняя еще раз прыгнул. Ну значит у нас будут топовые печки. Это даже легче получилось чем чем я ожидал. Давайте посмотрим что еще рядом есть тут у нас. Так тут у нас органический кимберлит это все у нас на рейде на это есть. Мне нужны органические кристаллы я с ней буду делать кристаллы сразу получать. Кимберлитовая руда тоже пригодится алмазы клепать чтобы не тратить уголь. Fire пинеформ сталагмид кристалл миллион восемьсот конечно не очень много давайте тоже отметим это у нас четыреста года вот из них делается нанотрубки это тоже вот нанотрубки будут можно переходить на Т3 пролифератор ты пять световых лет ну здесь нет ни хрена нет ни хрена того что мне надо берлит тут шесть световых лет пока не показывается не исследованная технология ну в общем в любом случае вот уже которые в первую очередь под экспансию пойдут сюда за спинеформ сталагмид кристаллом плюс серная кислота ну серная кислота и здесь есть ладно указываем путь сейчас будет топ контент будем лететь и ничего происходить не будет показала дорогу или не показала так еще раз проверяем атомки я взял давайте сразу чтобы наверное перестраховаться возьму с собой ядрё на топливо оно где-то вроде здесь да у меня было запомнить тут ну когда-нибудь блин а вот все вижу ядрёно топливо возьмем ну пускай будет 150 для начала это просто чтобы стартануть энергетику так естественно у меня энергетика будет вся атомная атомная это заапгрейдим а кончились вот это да но мне сейчас в принципе особо без разницы есть у меня тут т3 сборочники или нет я все равно им пользоваться на другой планете пока не буду смысла нет ну вот все появляется указатель но он куда-то на юпитер ведет ладно полетели тут что-то сопли жевать сейчас придется юпитер облететь немножко о станции видно качают ну и вот нам туда на ряду на эту направляемся так направляемся говорю сносит капслок полетели капслок активирует гипердрайв ну пока летим на гипердрайве рассказывайте там чего там хаваете кто сегодня что вкусно ест то макарошки ест то пельмешки кто там с кепчуком соусом вкусным кто работает и сейчас слюнки пускает пишите не стесняйтесь да это похоже на троллинг конечно с одной стороны но кто говорил что будет легко так сейчас главное нам не прозевать я вот не знаю давайте около солнца тормознем в арб тревел и сейчас нужно определить какая из этих планет у нас самая такая удобная будет в плане ресурсов но тут их знатно намазано значит здесь серная кислота сюда я полечу чуть позже здесь у нас органические кристаллы отсюда тоже будем забирать сколько поверхности у нас а ну тут просто несколько озер серной кислоты здесь construction area 59 то есть тут водяная планета здесь вообще ничего нет блин самая дальняя получается оптические кристаллы fire rise кемпеллитор construction area 100% планета сухая ветер 130% но я буду на ядерной энергетике то есть соответственно летим сюда хотя можно было наверное это заранее издалека да что такое издалека посмотреть систему ладно давайте ускоримся 2000 тут ачивка есть достигнете скорости 3000 я так понимаю это на гравитационный маневр совершить около звезды там какой чтобы разогнаться под 3000 но я до ачивок мне как бы по барабану поэтому особо я не тороплюсь с этими ачивками я упала с самосвала тормозила головой наша любимая что посмотрим что за планет где-то северный полюс северный полюс туда ну сразу сориентироваться по-моему такая планета у нас уже была нет или мне кажется собственно вот оптические кристаллы их тут 3 миллиона 300 тысяч еще на севере есть и здесь но вообще я вот не знаю где мне ставить где мне ставить хаб наверное чтобы везде одинаково было я буду его на южном полюсе ставить чтобы не путаться просто все хабы будут на южном полюсе ставить ну и соответственно на южном полюсе же будут стоять электростанции так сейчас наверное здесь провал будет посмотрим ну да здесь надо отсыпкой засыпать ну я не знаю тут сразу бетоном засыпать наверное просто есть ли в этом смысл еще и темным давайте светлым а тут хоть темный хоть светлый один хрен ничего не видно не помню сколько я там насчитал этих по станциям три три у меня здесь по-любому еще одна понадобится межпланетная куда я буду ну откуда я буду часть ресурсов забирать поэтому можно сразу прикинуть по расстоянию ну она вот на этой точке должна быть так что пускай она здесь стоит остальное я значит бетонием выравниваю чтобы оно было красиво симпатично а не вот это вот все ну бетония мне хватит и под атомную станцию должно хватить оно тут без воды без нифига работает само по себе святой тяги вон тут еще железо есть ресурсов полно прям красота да так почти засыпали окей и я вот что-то не помню такой момент варп требуется на станции отправления или и на станции отправления и прибытия что-то вот что я забыл не знать да забыть да как вот вспомнишь теперь по поводу энергетики энергетика будет располагаться там же где у меня и на основной планете была то есть вот эта вот широта долгота длината так один два четыре пять два три раз два три четыре я только с основной инфраструктуры так заморачиваться буду ну в плане отсыпок всяких там вот это все всякая добыча она естественно будет без вот этого всего чтобы просто на это время не тратить ну либо я буду там все это выравнять за кадром как-то фиг знает так готово теперь берем блюпринт получаем энергию сюда естественно естественно сразу закидываем двадцать дронов хотя столько много не на тут и десяти хватит я думаю вообще за глаза в очке и сюда же идут топливные ячейки сразу же но ничего не работает потому что нет энергии на то чтобы сработал манипулятор поэтому закидываем хотя бы одну так куда она тут все начинает работать ну правда она тут нахватила конечно капец но сейчас зарядка идет вот в целом все энергия есть не знаю хватит ли мне столько ячеек для того чтобы зарядить планетарные станции что надо сейчас сделать так чтобы сюда приехали кораблики и привезли то что мне нужно так тебе сюда тебя подключаем тебя подключаем блин какого хрена во все столбов хватает так пошла зарядка значит сюда запрашиваем я не знаю что закидывать корабли или нет но тут варпов нет давайте пока попробуем заказать посмотрим будет работать или нет 500 ячеек топливных 500 блин я не помню скинул ли я туда кораблики там где у меня на топливо то все идет если нет то это будет печально примут демант а нет все нормально сейчас значит корабли вылетят туда они сейчас уже должны на варпе нормально лететь но реально я не помню нужен ли варп на обратный ход или они сами его с собой запасают сейчас с бутиса должны вылететь все полетел но он довольно шустро летит но вот заодно и посмотрим как он тут будет летать просто любопытно но я реально не помню local supply соответственно топливные ячейки унесутся на электростанцию здесь запрос в 400 идет в принципе норм тут будет хватать некого буфера но он 600 несет чуть больше чем там есть и все я думаю можно накопать руды поставить ну так как электроэнергия появилась сейчас пронаблюдаем чтобы кораблик улетел порожняком конечно полетит вот главный вопрос который меня интересовал нужно ли на обратный путь варп иметь что он ни хрена не ускоряется а нет все ускоряется все проблема значит решена варп нужен в одну сторону только этим кораблям соответственно здесь не нужно если только эта перекладная станция будет тогда я спокоен полетел еще один кораблик атомка начинает нормально работать у нас здесь есть энергия пул энергии до хрена 284 мегабайта мегаватта сейчас значит мне нужно нарыть оптических вот этих кристаллов но я тут сильно особо пушниками заниматься не буду но все же здесь для начала я поставлю одну станцию вот эту потом я ее уберу сюда я втыкаю дронов и тут оптикал грейт там этот какой он там ну в общем он supply так сюда значит накидываем тебя все это последнее устаревшие буры старой модификации они тут будут работать до тех пор пока я на новые не поменяю тут можно было даже столько много не ставить чтобы просто время не тратить тут без всяких сплиттеров без всего тупо тупо закидываем станцию покрытие полное на больших столбах тянем электроэнергию к нашей электростанции пошла зарядка пошла работа готов кристалл соответственно мы сможем крафтить топовые буры можно было даже вот это даже сюда короче нахрен не ставить заберу я их ну я потом оттуда точнее кораблики оттуда сами заберут 300 я не знаю поскольку стаки здесь давайте посмотрим 350 видимо да а на бур требуется 40 то есть 400 это 10 буров но тут нет еще 400 вот еще 10 буров пока что это все руками хотя ладно здесь я не буду ставить дронов а тут дронов я закину чтобы они все-таки забирали потому что дрона отсюда будут и с этих и с буров в будущем забирать так что сойдет нормально 100 сюда ставим оптические кристаллы local demand remote supply все настроено как-то так энергия есть энергия как начнет кончаться сюда топливные ячейки будут завозить можно в принципе валить отсюда делать тут нечего потому что все остальное будет на дронах работать это такой аутпост максимально изичный остальные кристаллы доставку я настрою уже на своей плане но сейчас вот эти заберу чтобы сразу кинуть на крафт чтобы там буры крафтились сопли не жевали так 1500 shift если зажимать он выравнивает ну ровно вот 550 вещь полезная так теперь метимся метим территорию метим на нашу лямбду так осмотр и мне нужно вот сюда вот на нашу планету маркер и полетели вроде ничего не забыл вся остальная настройка позже будет так же как кислота всякая серная там я вот не уверен звезда меня притянет или нет если я сейчас прыжок сделаю надеюсь все таки что не притянет ладно поехали но если притянет это будет печально пресс-шифт то акселерейт что-то не ускоряется ни хрена но видимо технологии еще не хватает чтобы ускориться ну пальцем показываю в углу написали что-то сейл спит сразу а это я видимо к звезде подлетаю вот скорость навигации и отвалилась типа звездной системе скорость падает так выходим из гиперкосмос рановато наверно вышел но так достаточно быстро лететь в целом вроде проблем никаких нет вздынч я упала с самосвала да надо надо здесь вот это обрисовать каким-то там цветом наверное все таки чтобы было видно куда мне приземляться что вы несете мне ништяки понесли так нет не то сейчас control c control v здесь мы будем делать тупо буру и короче не хватает у меня ассемблеров значит заменяем я не помню требуют они обычные буру для себя или нет нет они не требуют тут просто нужно пять ресурсов тут придется тогда воспользоваться дополнительным ящиком иначе ничего не влезет тогда берем копию control v сюда надо отойти а то заставит его и сюда дальше подключаем вас он создаст ну и смотрим какой ресурс а ну во первых о отлично энергии добавили нашему меху во первых здесь устанавливаем то что у нас тут будет выгружаться топовый бур это первое установили да и я не знаю два стака их сделать я не знаю поскольку они стакаются значит здесь титановая балка так где-то дальше фрейм структура так дальше супермагнит далее у нас квантовый чип ну и здесь у нас понятно что кристалл где он там оптический но я все кристаллы которые у меня здесь есть я их уже автоматически сюда закидываю все начали делаться буры и у меня начинает не хватать вот этой линии соответственно надо перенести куда-то вот эту штуку это у меня заначка надо ее переставить чтобы она не мешала ну например пока сюда временно а эту выпилить убираем о Доня проснулся Доня кс кот пришел всем привет передает здесь я сразу этого апгрейд чтобы она топовая была чтобы потом не переделать чего Доня кс вы рассказываете и сюда можно поставить из блюпринтов блин что такая зарядка медленная ладно не суть сюда нужно поставить станцию запроса реквестор вот так вот что мне все равно придется запрашивать и кристаллы всякие и прочее ну и сюда сразу запросим оптический кристалл реквест тут закидываем корабли сюда запрашиваем кристалл в количестве 500 штук и выводим да блин выводим его на ленту последний момент который прям такой важный летим на юг на юг летим да блин сели в лужу называется здесь все нормально топливом снабжается тут все окей кораблики есть но тут не важно в какую башню допустим допустим сюда сюда же я закину дронов в башню не помню дроны закинул или нет и здесь сделаем запрос на оптик кристалл local supply remote demand все наши кораблики автоматически полетели энергия сжирается по чуть-чуть ну и варп конечно тоже тратится сразу закидывается сейчас все что там накопилось оно все улетит сюда собственно таким образом и делается ну я вот хотел делать запрос не знаю кто-то может по-другому делать я вот вот так буду делать сейчас надо посмотреть что у нас там по бурам буры-буры-бры 12 штук ну уже неплохо 12 буров и мне для того чтобы с бурами там все легко и непринужденно на планете было нужны дроны планетарные кто-то видит их а они у меня в запросе наверное стоят 200 надо побольше поставить 400 на 500 давайте сделаем сейчас у меня их спиннеры принесут а вон они сверху тащат спиннеры принесут 180 все в целом можно наверное будет инвентарь уже я может быть между сериями освобожду его освободю посмотрим так топливом заправили адвансит супербур единственное что я не знаю будет ли мне хватать атомных станций в том количестве в котором там они есть если я прям на полную катушку выкручу производство ну добычу рыбы точнее и давайте посмотрим пока еще чуть-чуть времени осталось хотя мне же там надо еще серную кислоту подключать еще всякое такое а у меня мало времени на запись осталось давайте тогда перенесем это на следующий раз сегодня мы сделали важное дело сделали поставки этих кристаллов собственно они все вот уже летят ну поставка уже пошла отсюда наладили добычу в следующий раз уже будем осваивать соседнюю звездную систему нужно будет наладить поставки и серной кислоты и всякого остального там все что есть и может быть успеем еще и другую звездную систему прихватить к своим рукам потому что там кембрилитовый блин кембрилитовый говорю трубки нанотрубки вот ну кембрилитовый да это в нашей системе которую мы сейчас осваиваем нужно будет сюда все это доставку оформить и производить уже по нормальному курсу я думаю к тому времени у нас уже технологии здесь поисследуются и мы начнем потихонечку исследовать техи на сферу дайсона потому что по плану у меня было где-то к 30 часу начать ее строить но может быть раньше начать строить вот на этом все надеюсь ой на этом все надеюсь было интересно и познавательно кто хотел поесть поел кто хотел уснуть уснул до свидания до сферу дайсона до сферу дайсона до сферу дайсона до сферу дайсона до сферу дайсона